Всем привет! Меня зовут Марта и я рада вас видеть на своем арт-канале. Если вы хотите сделать вот такой барельеф всего за 5 минут, то продолжайте смотреть это видео. Очень бюджетно и вы получите такой эффектный яркий барельеф, так сможет повторить совершенно каждый. В центре этого барельефа я расположила часы, потому что мне нужны были часы дома повесить на стену. Но я в инстаграм получила очень много идей, потому что же можно сделать тут в центре. И кстати, если вы еще не знаете мой инстаграм, то заходите, подписывайтесь, я там бываю чаще, чем здесь. Вот одна из таких классных идей, например, можно расположить зеркало в центре. Это тоже будет очень действительно практично и интересно выглядеть в интерьере. И также, если у вас есть какие-то идеи, что же можно расположить в центре, то пишите в комментариях под видео, мне будет очень интересно. услышать и ваше мнение. Ну что, меньше слов и поехали! И первым делом вам понадобятся вот такие вот искусственные цветы. Да-да, не удивляйтесь. Наверняка они у вас завалялись где-нибудь на антресолях, ну или можно их купить совершенно недорого. А для центра композиции я решила взять часы, нашла их в фикс прайсе. Далее я беру цветы и разбираю отдельно лепесточки, отдельно цветы. Все, что могу разъединить, разъединяю. В некоторых случаях я оставила цельные ветки и в принципе тоже получилось потом неплохо. И после всего я собираю все в композицию, смотрю как будет лучше и фотографирую, что у меня получилось, чтобы не забыть, как я хотела бы сделать. Дальше мне нужно подготовить поверхность, где я буду эти цветы затем раскладывать. И любую поверхность застилайте пленочкой, чтобы потом было удобно их отсоединять. Замешиваю шпаклевку. В данном случае я взяла Кнауф Унифлот. Вы можете взять в принципе любую шпаклевку, Сатон Тек, Унифлот, ну в общем чем мы работаем в рельефе, либо же даже гипс. Раствор должен получиться похожим на ряженку, но и не жидкий и не густой, чтобы удобно можно было обмакнуть цветочек. В данном случае на видео он получился немного жидковат, я его потом сделала погуще. И вот таким вот способом мы обмакиваем каждый листочек, цветочек в гипс и выкладываем сушиться. И это мы делаем два раза. В два слоя они получаются идеальные гипсовые цветы. Имейте ввиду, как вы будете выкладывать цветы на поверхность, так они и засохнут. И некоторым не пришлось выбросить, потому что уж совсем некрасивыми получились. И при этом после высыхания получается вот такая удобная плоскость, на которую мы потом как раз приклеим наш цветок. На высыхание каждого слоя уходит несколько часов, но я делала на ночь. Обмакнула, положила, оставила, с утра сделала еще раз. И собираем нашу композицию. Вот таким способом я нахожу центр на своем формате. У меня это фанерка обычная, пол сантиметра толщиной. Располагаю свои часы и их обвожу карандашиком, чтобы на это место у меня не зашел мой барельеф. И после этого я раскладываю цветы, как было задумано. Дальше я беру жидкие гвозди, у меня вот такие вот момент монтаж. И приклеиваю каждый цветочек. Кстати, это очень даже быстро выходит. И конечно опять оставляю до полного высыхания. После того, как все просохло, я шкуркой прохожу, если где-то у меня там клей или шпаклевка где-то неровно вылезла. И также, если требуется, можете прошпаклевать. Но я в общем-то совсем там в двух местах дырочки пошпаклевала и все. И далее окрашиваю барельеф эмульсионной краской. Сначала я начала белой и кисточкой, но поняла, что это будет очень долго, поэтому берите краску в баллончике. А я же взяла свой краскопульт и подумала, решила сделать все-таки бежевый цвет, потому что мне для стены это будет лучше. И краскопультом покрасила в бежевый цвет на два слоя. А итоговым слоем я прошла вот такой перламутровой эмалью, VGT, жемчуг, крест-накрест. Получилось очень такое интересное нанесение, оно мерцает при разном освещении. Сами часы я решила тоже немножко состарить и прошла такой бежевой краской, которая красила фон. А бок барельефа я покрасила пыльно-розовым цветом в цвет серединки часов. Ну вот и все, готово. Получилась очень классная, шикарная дизайнерская вещь. Осталось только повесить на стену. И как повесить я расскажу в следующем видео. Все материалы, которые я использовала, вы можете увидеть в описании под видео. Спасибо большое за просмотр этого видео. Я буду рада, если вы поставите мне лайк и скажете в комментариях, как вам, что понравилось, что нет. И как вам такая моя афера. На самом деле этот прием можно использовать также и в работах, в интерьере, и в том числе и на заказы работы. Просто вы дома это все делаете и уже приносите готовое, приклеиваете. И никто не знает, что там на самом деле. Но только это такой секрет. Почему бы и нет, смотрится ярко-эффектно. И спасибо вам большое еще раз за просмотр этого видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!